Мир единоборств – это не только брутальные нокауты, разбитые носы и сломанные ребра. Это еще и удивительные бойцы, которые порой чудят просто невообразимые вещи. Приветствую вас, сибирские кактусы, с вами Федорович. А в этом видео мы попробуем посмеяться над тем, над чем иногда приходится плакать. Самая плохая черта в людях – это забывать про все хорошее после чего-то плохого. Но когда тебя регулярно бьют по голове, ты всегда в хорошем и боевом настроении. Все, кто не верили в существование бесконтактного боя, обломайтесь и узрите технику удара Чи. А я вас предупреждал, что эти парни скоро разорвут мир ММА. Мало того, что мастера силы Чи выступают как бойцы, они еще и работают как рефери. Вы полюбуйтесь, как реф, касанием руки, отправил пацана в нокаут, после того, как мужик нокаутировал соперника. Мир один на всех, но каждый живет в своем. Так же и бой, один для всех зрителей, но у каждого бойца свои мысли. Как у этого тигра, который наверняка вспомнил, что у него дома стынут пельмехи, а в холодильнике дожидается бутылочка пива. Поэтому он плюнул на все это дело и отправился туда, где хорошо и уютно. Раздавать лящи – это отличное дело. Особенно, когда ты батя, а твой пацан еще не дорос до возраста, когда может дать ответку. Но делать это против бойца, конечно, горячка. Кто не рискует, тот выпивает в память о тех, кто рисковал. Так же и в бою. Бывает все, что нужно – это дождаться, когда рискнет противник и покалечит сам себя. Пользу дерева определяют по плодам, а состояние бойца – по лицу после поединка. Что должен сделать хороший тренер после боя? Конечно, добавить своему бойцу пару плюх за то, что мало получал. Без хорошего наездника и породистый конь плохо бежит. А без хороших борцов схватка превращается в цирковую акробатику. Мудрость – это когда тупые не бесят, а веселят. А для бойца мудрость – это не только тактика боя, но и сгонка веса, чтобы на этот бой попасть. Но когда каждый день ешь вокзальные пирожки, это тяжеловато. Браки рушатся по женской глупости, а по мужской глупости они создаются. А что за глупость выходить на битву взглядов с багетом, я даже не знаю. Если главной целью битвы взглядов считать запугивание противника, то мужику это точно удалось. Бери зонтик раньше, чем промокнешь, а раскрутки кучи сделать до того, как выйдешь на бой. Чтобы потом, лежа на полу, не смотреть на выкрутасы соперника. Когда пол детства проходил на танце, потом всю жизнь приходится это показывать где придется. Чтобы не было до боли обидно за потраченное время. В споре побеждает тот, кто громче кричит. А в бою тот, кто сильнее бьет. А чем закончился этот спор, вам всем хорошо известно. Иногда учить человека порядочности и взаимоуважению бесполезнее, чем писать цифры на воде. Поэтому в бою с такими беспредельщиками всегда нужно быть на чеку. Каждый человек чья-то психологическая травма. А Венум Пейдж травма и психологическая, и физическая для многих бойцов. Но и для себя тоже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соц. сетях. А в комментах напишите, какие смешные драки были у вас. Даже против дверного косяка. Пико. Все, спокойно, спокойно. Раз, два, три. Это биомеханика и эффективность движения. Ее знать надо. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Хоба. Да. Клодрака одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю. Хоту вырываю ключицу, это ключица выливаю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий силь. Ачать. Атака слева. Атака справа. Атака слева. Атака справа. Это называется лебедь Наши упражнения Секретный комплекс упражнений По милитации Старайтесь эти упражнения Не светить нигде Шарики солнечные Ставим Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции Успевайте Успевайте Успели? Хоть один раз Ничего не успевайте Это убит Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok